вернуться туда невозможно и рассказать нельзя мучился с ними мучился долго чтобы выйти из роли тебе нужно выпить стакан водки я не думаю что в этом есть какой-то цензурный подтекст и этот крик долго длиться не может я половину вещей выкидывают в этой тишине даже больше чем в той песне к чему я это нас просили убрать один плакат у меня сейчас даже чуть эмоционально двоякость на сегодняшний этих слов не думать не думать не думать не думать но мы как бы живем в том мире который мы как бы сами создаем но не переспоришь пока человек сам не придет к кому-то ответу что происходит вообще вы не понимали ничего я не думаю про зарабатывание денег любая цензура это плохо ищешь слышишь вот этот звук вот это вот это вот это надо подумать я вообще не читаю комментарии а 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 это всегда самый волнительный момент в принципе он один волнительный в самом начале мы можем проскочить и сразу а вот спектаклях тоже так происходит когда начало волнение ну да там самое сложное начать на самом деле волнуешься вот стоишь за кулисами волнуешься когда вышел там уже не до волнения то есть это прямо так одно мгновение да и перещал ну да ты начинаешь заниматься делом и все и там уже не думаешь там наоборот азарт начинается азарт да ну вот этот нерв он переплавляется в какое-то в игровое состояние а когда стоишь ждешь это же последнее время стал позже подходить обычно сильно заранее сижу жду сцену последнее время стал попозже подходить к своему выходу а в гримерке значит не волнуешься в гримерке нет нет наверное там тоже там еще что-то делаешь а когда вот стоишь прям за кулисами ждешь уже одет вот тут что-то что-то вот этот мандраж начинается то есть бездействие да 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 когда занимаешься делал спасение только в этом на самом деле вся наверное школа обучения актерского мастерства она направлена на том чтобы было какое-то дело которым ты конкретно занимался то есть задачи своих задач и предлагаем все направлено на то чтобы ты просто скрупулезно занимался определенным как конкретным делом тогда появляется уверенность когда уходит все лишнее тогда уходит волнение и ты тогда просто делаешь а что на знаешь мне всегда интересно когда происходит ну такое отсутствие ожидаемого контакта с залом то есть ты предполагаешь что после определенные действия или реплики зал должен отреагировать определенным образом а он реагирует по-другому то успеваешь расстраиваться или подумать что что-то не так ну тут уже не до расстраиваний потому что ты но в какой-то момент в профессии начинаешь понимать как это работает и в принципе отчасти но этим управляешь ты понимаешь что сегодня такой зал ты с этим в отношении входишь этот нерв он был может быть в начале учебы когда ты что-то делаешь а это не работает просто потому что не работает а сейчас это скорее отношения сегодня так это скорее условия игры есть момент еще такой острые перехода когда ты выпускаешь играешь папа мама это когда все свои и обычно вот на этих папах мамах реакция реакция на каждую реплику просто в силу того что твои друзья ты делаешь это что-то ну друзья коллеги знакомые ты делаешь что-то они тебя поддерживают есть контакт и на следующий день приходит зритель так сказать холодный кристальный чистый не чужой конечно ну вот сторонний да и вот вот это резкая смена вот это всегда есть тут очень близкий контакт и вот чужой зритель и на самом деле как бы ну вот тут бывает когда так но это тоже то тоже знаю я тоже знаю что так сейчас работает тоже всегда к этому готов нет такого голосовский подход какой-то да то есть такое принятие всего получает вот знаешь такой умудренный опыт нет ни в коем случае нет нет ни в коем случае но тоже как бы странно быть каким-то плавающим в воздухе ничего не понимающим человеком если что-то чем-то занимаешься надо это присваивать осваивать ну когда при приспособлять под себя думать надо этим понимать что то это это зачем это делаешь как-то делаешь но я тоже в процессе на всех процессе все говорят про то что учиться надо всегда еще еще 20 лет и буду играть еще столько же будешь учиться но на какие-то как бы вопросы наверно надо отвечать ну по крайней мере не бояться что ты делаешь это здесь сейчас то что надо и принимать эти правила игры мне очень понравилось слово присваивать она прям такое конструктивное но но театральное мы при присваиваем присваиваем это к часто употребляется слово театрально актерское присваивать материал присваивать сценографию осваивать пространство Римас часто повторял вот мы пространство еще не чувствуем пространство должны его освоить это всегда вот актеры наверно все все что есть наверно все присвоить все все обраганить может быть такое двоякое слово но вот все присвоить наверно так любое режиссерское предложение партнеров всех со всеми в контакт войти просто ну что все зазвучало твоим рядом родным мне кажется это главное свойство профессии основное это для меня новое прямо сейчас мне очень интересно это я тоже так и не формулирую это это я сейчас в процессе формулирую но слово присваивать часто встречается по разным поводам но встречается окей да я разбуду пожалуйста три темы на которые ты не хочешь говорить сегодня я не смог этого ничего сформулировать но их наверное не должно быть любая цензура это плохо но если что-то мы куда-то забредем сделаем джонни монтаж да ну так как то посмотрим я как-то нет такого каких-то табу и не должно быть это очень и очень знаешь так вдохновляет на то что у нас получится открытый только на это я думаю что в любая цель каких-то встреч и разговоров чтобы это было как доверительно мне кажется иначе зачем это опять же если философском смысле философская направленность у нас сегодня будет я это уже поняла ну да ну давай начнем со спектакля которого сейчас уже нет так пергюнд скажу честно для меня первое соприкосновение с этим материалом было ошеломляющим то есть у меня было знаешь такое ощущение как будто я стою ну примерно как перед пирамидой хеопса чувствую себя такой маленькой и понимаю что мне нужно расширять свою собственную емкость что я не готова то есть это мое первое посещение пергюнта было знаешь меня так вот просто как-то колбасило и я понимаю что сколько здесь его но я это еще не понимаю это совершенно своеобразный особый отдельный мир он бутусовский но даже в бутусовских всех спектаклях он занимает какое-то отдельное место не занимал никогда занимает спектакль еще живут продолжать жить всегда ну это тот случай и николаевич бутусов это такой большой художник когда ты ну вступаешь в диалог можешь не вступать это в любом случае процесс ты это принимаешь не принимаешь что в любом случае высказывание яркое это отдельный язык мне даже просто мне кажется даже спектакль это отдельная ниша просто эстетическая какая-то ниша и здорово что он есть да ну непростой непростой спектакль никто не должен и не должно быть просто никто не обещает простого обязательно ты должен все понимать все должно быть доступным легким но как тебе удавалось справиться с этой интерпретацией потому что там же во-первых колоссальный материал по объему количество персонажей которые перекладываются там в историю просто на несколько человек сыграно вот ты когда работал над такой смысловой проблематикой тебе было достаточно того что юрий николаевич говорит или тебе нужно было там читать первоисточники еще что-то понимать для себя там в это время какое-то уходить каких-то исторических раскопок мы не проводили мне кажется и спектакль такой получился это все как какое-то очень конкретное вот такое однозначное эмоциональное подключение было во всех пробах это было вот вот вырываем из контекста и что-то с этим делаем какая-то это такая вот вспышечная может быть какая-то была и работа на выпуске и спектаклями такой кажется получился он такой прям такой ярко эмоциональный это не не долгие размышления это не какое-то философия это не такое отстроение отстранение походить подумать это вот такая какая-то какая-то рьяная вгрызание было и собственно и мне кажется и восприятие такое спектакля какая-то какая-то вот такая но на него подсаживаешься ты каждый раз приходишь каждый раз ты понимаешь чуть больше 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 этот спектакль который тебя раскрывается наверно это была такая встреча у нас у николаевича которая даже немного больше того что мы сделали это какое-то что-то большое энергетически насыщенное вот мы как бы коснулись как-то вот так по нему прошлись каким-то да поэтому материал каким-то кинжалом каким-то взмахом каким-то криком вот и он что вот что высеклась то есть собралось потому что высекалась многое высекалась разное и противоположные какие-то вещи музыкальные были какие-то соединения странные там у нас еще не вошедшие группа джой дивизион была ну то есть какие-то очень яркие всплески вот такой спектакль вот такое это первое было взаимодействие серии николаевич работа с ним это было первое но у меня до этого был так сказать вброс спектакль бег который я не выпускала это до случилось да это только попал в театр пару месяцев прошло три месяца по моему я ввелся спектакль причем ввелся в бег за два дня то есть это было тоже очень очень специфический опыт особенно еще на молодой какие-то мои неокрепшие мускулы только выпустился вот спустя полгода в феврале то есть спектакль я попал но вот работа с бутусовым было потом потом но как бы спектакль я попал в другой до это такой тоже по дуге я думала что другая была хронология я думала что сначала пергюнт а потом он у тебя уже в бег нет 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 позвал спасать не получается наоборот да 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 то есть это было случается сначала случайный в лед туда в этот бег прекрасный бег который до сих пор играю люблю эту компания которая у нас там а потом уже была отдельная работа с этим пергюнтом я помню когда на один из бег в очередной раз я пришла и не поняла когда в роли крапилина вдруг ты я даже там программку не открываю потому что это какой-то там пятый седьмой девятый и тут ты вдруг появляешься думаю вау ты его видел этот спектакль как зритель да 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 там там было он выпускался мы еще учились мы пришли на эти папы мамы это было сложновато я тогда как-то это был зал нас через место как-то сильно как-то как-то странно прошел потом я по-моему еще на него приходил мне уже понравилось потом я велся он еще больше понравился потом я какое-то время не играл когда паша вернулся я все равно на него еще с кем-то пришел то есть уже знаю его изнутри посмотрел И ещё больше к нему проникся. И потом опять стал его играть. То есть это такое тоже... Тоже я на нём много раз был, так получилось. Хотя уже даже когда играл. Слушай, ну это какой-то уникальный опыт, когда ты сначала как зритель, а потом как актёр. Да, какой-то, да, такой странный, ломанный путь. Да, с этим спектаклем. Странный, классный. Мне нравится. Странный, классный. Ну хорошо, у нас получилось сразу, как бы мы два спектакля в унисон обсуждаем. В принципе, в «Пергюнте» у тебя вообще такая роль уникальная какого-то музыкального проводника, если так можно сказать, музыкального рассказчика, когда ты таким связующим клеем каким-то проявляешься, вот разные эмоциональные сюжеты в одну кучу собирая. И там, если я не ошибаюсь, впервые случилась живая музыка у бутусовских спектакля. Ой, нет, по-моему, он «Доброго человека» из Сизуана ещё выпускал. По-моему, там у них сидит оркестрик. Но оркестрик – это немножко другое. Это всё-таки не актёр, который исполняет... А, это возможно, да. Ну, в «Добром человеке» артисты поют эти зонги. По-моему, за кулисами сидит какой-то небольшой ансамбль. А у нас, да, я как бы артист, и я же музыкальный какой-то человек. Оркестр, музыкант там вроде бы называется. Ну да, наверное. А тебе это помогает или мешает, что тебя всё время рассматривают всё равно через призму человека, через которого музыка приходит? Двоякое отношение – это, конечно, очень многим помогает. Потому что, ну, это какое-то средство, выражение дополнительное, большое для театра. Это важно. Музыка – это вообще одно из действующих лиц зачастую. Чуть-чуть иногда бывает зовут. Я вот даже несколько раз отказывался. Ну, потому что это мне, ну, не какой-то шажок вперёд. Ну, не то, чтобы это мешает. Это просто иногда мне не так интересно становится. А так это, конечно, большой навык, большая удача, подарок, что это моё, это часть меня, я музыкант. Да, я это много где использую. Через спектакль буквально где-то это использую. А ты понимаешь, почему «Пергюн» закрыли? Я не думаю, что в этом есть какой-то цензурный подтекст. Мне кажется, потому что если бы был цензурный какой-то подтекст, закрыли бы в первую очередь «Бег». Там всё конкретнее, буквальнее, ближе и острее. «Пергюн» закрыли, я не знаю, разные спектакли закрывают в разное время. Некоторые на взлёте, некоторые, когда они уже совсем мёртвые. Этот закрыли, я не знаю, я не знаю. Может, он вот так, вот так он, вот он, я как говорил про эту вспышку, как мы вспышками репетировали, как он вспышками, наверное, воспринимается. Мне кажется, вот такой вспышкой он прожил. Как метеорит какой-то. Да, мне кажется, это такой путь его. Вот у него, вот даже до этого вопроса, у меня от него ощущения такие, что он какой-то, как острый крик такой, да, спектакль такой. И этот крик долго длиться не может. А кто определяет, когда жизнь спектакля закончена? Не знаю. Режуправление, директор, художественное руководство, продажа билетов, я не знаю. Ну, то есть, когда вам приходят и говорят, спектакля не будет, у вас не возникает вопроса, а почему? Ну, окей, не будет и не будет, да? Да, возникают, все на них по-разному отвечают. Я просто по жизни легко отпускаю. Мне это может быть очень дорого, но я люблю, для меня интереснее то, что дальше будет. Классное качество. Вот, во всем так. Я с удовольствием. Я вот в жизни очень много переезжал с места на место, и я это делаю с большим удовольствием. Я половину вещей выкидываю, просто даже вот каких-то дорогих, важных, хороших каких-то конкретных вещей, фотографии, вещи, одежда. Я с удовольствием прям убираю все лишнее. Мне это доставляет удовольствие. Ну да, ты даже говоришь об этом с удовольствием. Да, я переезжаю в новое место, я заново как-то, у меня ощущение нового, я это люблю. И поэтому я все отпускаю, как бы, мне как бы это дорого, но я такой, да, дальше будет интереснее. И всегда так и происходит. Может быть, потому что я так... Если идешь по жизни легко, получается. Нет, я очень много сомневаюсь. Но вот это качество, это мысль, ну, она как бы, ну, такой двигатель вперед. Всегда интереснее, что впереди. И если это новое, всегда интересно что-то брать, то, что не умеешь. Себя с другой стороны открывать. Другие режиссеры, другие люди, другие, ну, новые знакомства, новое место. Всегда классно. Такая мотивирующая речь прям вообще. Ну, если это мотивирующее, это здорово. Меня мотивирует. Мне это дает силу. Я, ну, не культивирую, я это себя ощущение держу, не забываю и получаю это удовольствие. Хорошо. Если мы еще чуть-чуть поговорим про бег, ты как человек, который музыку чувствует все-таки немного иначе, чем все твои коллеги, сталкиваешься с тем, что Юрий Николаевич вынужден убрать основную песню, которая является музыкальным сопровождением. Что для тебя меняется? Внутри темы, рисунка вообще, эмоции, которые вы создаете? Ну, это важная нота спектакля. Нота. Это не единственное, что там есть. Далеко. Это одна нота из 50 там. Такой камертон может быть спектакля. Меня как бы тешит только та мысль, что там осталось. Юрий Николаевич намеренно ставил там паузу. Ну, там два раза она появлялась. Вот в первый момент он ставил паузу длиной, сказал, ну, как почувствуете, я думаю, там, 7-10 секунд. Я знаю, что на бег ходят фанаты, я знаю, что ходят уже по 8 раз, мои знакомые, вот, и ты говоришь. И они понимают, что там эта песня звучит, эта тишина важна. И, ну, у нас внутри песня это звучит. Ну, вот так отношусь, не знаю. Классно. Внутри песня звучит. Ну, как говорят, да, есть же, что тишина в театре, вообще в искусстве, она сильнее всего. Как я недавно смотрел видео с Вениамином Фельштинским, известным мастером, выпускников, ну, сколько, выпускников Питерской академии. Педагогом легендарным. Вот он как раз говорил про эту тишину, что надо играть, быть достойным тишины. Не чтобы тишина была достойна, быть достойным тишины. И вот эта тишина сейчас для меня, она не менее важна в той песне. Я знаю, что там внутри больше, в этой тишине даже больше, чем в той песне. Как раз на сегодняшний день. А в жизни важна тишина? Да. Даже дождь перестал барабанить. Тишина. Да, как вот в Пергюнте нас просили убрать один плакат. Это на немецком и говорил текст Сережи Волков. И ребята вместо этого плаката показали пустой плакат. Но это же даже сильнее. В этом вот театре есть, что мы еще шажок, что мы даже не досказываем. Вот как в книге Крымова, которую мы обсуждали. Он как раз говорит не объяснять, а вот не досказать. И тогда диалог будет. Вот. Но на последнем спектакле плакат был. Ну, это тоже, это уже шаг. Это шаг за шаг. То есть это тоже диалог. Вот это и есть диалог. Он был, его сказали убрать. Был пустой. Снимается спектакль. Мне кажется, не поэтому он снимается. И вот в финале этот плакат опять появляется. Потому что это последний спектакль. Вот это и есть. Это вот живая какая-то вещь. В этом и театр на самом деле. Что вот он каждый день. Живой. Да, да, да. Ну, как бы вот это слово, что театр вот он живой, он сейчас. Ну, это такое общее понятие. Ну, вот если конкретный пример, то вот этот диалог, что мы сидим в зале, мы это знаем. Или мы там стоим на сцене, мы это знаем. Мы знаем, что в зале это знают. Ну, ты представляешь, тогда получается зритель должен тоже вот с каждым спектаклем иметь историю взаимодействия. Ну, да. Но театр для этого, ну, как говорят, что небольшой процент ходит в театр. Четыре? Да, Лик Райкентон три сказал недавно в интервью. Не суть, цифры не важны. Ну, люди же за тем и ходят. Те, кто ходят, они за этим и ходят. За этим диалогом. Получается, что очень важно создавать такие спектакли, на которые ты можешь ходить несколько раз. Потому что таких спектаклей, на самом деле, на пересчет. Ну, нет такой цели ставить такие спектакли, потому что, ну, надо делать то, что любишь, то, что получается. И если получаются такие спектакли, то это здорово. Ради этого, как бы, мы этим занимаемся. Просто такую себе цель ставить, ну, надо делать и спектакли, ради которых идти, там такая, размыта. Но тогда не будет возможности понять вот эту эволюцию. Ну, надо понимать, что это должно быть живым. Живым. Брать тот материал, который для тебя звучит. Тот материал, который сегодня звучит. И делать его так, чтобы, ну, пытаться, чтобы это было диалогом. Ну, да, да. Ну, в этом и цель. В этом, наверное, в этом вся суть, наверное. Ты же не будешь, ну, хороший режиссер, да любой адекватный человек не будет ставить что-то, о чем у него не болит. Да? Ставит, о чем болит. Ну, сейчас нельзя ставить все, о чем болит поэтому приходится выбирать. Ну, всегда есть то. Все равно есть как бы темы, пьесы, слова, которые вечны, которые всегда понятны. Ну, в этой цели вообще всего искусства. Делай что, о чем болит. Тогда, тогда это живо. Тогда есть диалог. Если это искренне. Иногда даже это может быть сделано не мастерски, не мастерски, не мастерски, да, не профессионально. Но если искренне, тут все будут ходить и будут будут чувствовать, что это живо. Искренность важнее мастерства. Да, 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 да. Это надо понимать. Это надо, это надо, этому надо учить в институтах. Это важнее, правда. Мне это очень близко. Мне вообще кажется, что не важно, чем ты занимаешься, вот если есть искренность. Да, абсолютно. Все. Это вообще, конечно, вся жизнь из творчества. Как ты одеваешься, как ты общаешься, в какие рестораны ты ходишь, если, ну и надо жить так, конечно. Искренность важнее мастерства. Мастерство нужно, ну, если ты хочешь делать, ну, здорово, ну, ты освоишь это мастерство. Если ты действительно искренне болеешь, если ты хочешь это сделать, ты будешь это осваивать мастерство. Я не говорю о том, что оно не нужно, но ты будешь хотеть это освоить, ты будешь учиться сам у себя, у других. Но без вот этой сути ничего не будет. То есть искренность еще и приводит к мастерству. Да, наверное. Надо над этой мыслью подумать. Наверное. Последний спектакль, который Юрий Николаевич поставил в театре Вахтангова «Король Лир», тоже не обошелся без тебя. У тебя там очень интересный род. И ты уже обмолвился о том, что Юрий Николаевич очень интересно работает. Можешь приоткрыть вот это закулисье? Какие, например, твои этюды или идеи вошли в спектакль? Мне вот очень интересно, когда ты ходишь с этой короной, которая бегает, как питомец. Это вот чья идея? Это просто гениально вообще. Ну, Юрий Николаевич создает атмосферу творчества. Ну, как бы, и это здорово. Это то, чем мы занимаемся. Придумывать что-то. И эти короны, вот это, это родилось с того, что просто появилась эта корона на репетиции, то ли Юрий Николаевич ее принес, то ли художник Максим Абресков. Она появилась, я ее взял в руки, я ее как-то поставил, увидел, что у нее ножки как-то. Я привязал к ней палочку и показал вот этот этюд, что я веду ее как насекомое. Ну, как-то это придумалось случайно. На меня смотрел, когда это придумывал я Валера Ушаков. Он такой, что не подсказал ее. Надел, я ослеп. Да? Ну, вот вся суть. Как бы лира, да, в этом этих, в этом этюде. Я показал, Николаевич закричал, гений! Ну, так. С юмором, конечно. Ну, вот так родилось. Вот так. Классные вещи так и рождаются. Вот в этой метод, Юрий Николаевич вообще про спектакль, ну, его метод в пробе, в этюде, в том, чтобы актер ну, какую-то бросил, как сказать, нашел в себе энергию в этом этюде, в пробе, чтобы у меня появилась энергия. Энергия игры, энергия азарта, чтобы это не было тем, что когда режиссер заставляет или вынимает, то есть, чтобы актер сам нашел в себе вот это желание в этом материале что-то найти свое. Дальше это уже вообще миллиарды способов, что артист предложит, что Юрий Николаевич случайным образом подскажет, и как это все складывается потом. Ну, вот вся суть вот в этой пробе эмоциональной. А как это будет выражено? Это уже вот это творчество, как оно, как оно получится? Там у нас есть сцена смерти Освальда, моего персонажа, я вытаскиваю какую-то доску, стучу по ней, туфли. Да, да, да. Это как гробовая вроде доска. Ну, это вот такая случайность, в котором есть очень, да, какая-то игровая, юморная сцена получилась. Ну, вот вся суть вот в этой энергии, которая в спектаках Юрия Николаевича, как мы знаем, в каждом видна. Вот эта энергия актерская, азартная. Ну, вот, наверное, такой у него метод, насколько я его понимаю. Это можно назвать какими-то эмоциональными американскими горками, когда ты сам не знаешь, куда тебя занесет, какой поворот тебя... Ну, для актера, конечно, с Юрием Николаевичем всегда путь такой, да, да. Вот такой, да. Всегда он такой, потому что что-то получается, что-то не получается. И это нормально. И это нормально, как в любой момент учебы, творчества. И, ну, и не Суре Николаевичем. Это всегда такой путь на выпуске. Это всегда проба, иск. Это всегда... Ты пробуешь что-то, что ты не делал до этого, бросаешь себя, находишь какие-то черты, какие-то новые грани. Я не знаю, как это в голове Суре Николаевичем. Он большой мастер, большой художник. Что из этого у него заранее придумано было, что он взял из того, что мы придумали. Этого я не знаю. Для актера, да, это всегда классный творческий путь. Как и с любым другим режиссером, большим. Как и при столкновении с любым большим художником. Это всегда вот такое, какие-то качели большие. Ты почувствовал себя Бутусовским актером? Тебе показалось, что ты ему нужен? Ну, я не знаю. Для Николаевича это вопрос к нему. Ну, внутренние ощущения. Это понятно, что ты не можешь знать, но знаешь, когда на уровне все равно каком-то интуитивном, ты понимаешь, что вот к тебе тянутся, тебе доверяют. Вот было у тебя такое ощущение, потому что все равно регулярность работы у тебя определенная есть. Ну, да, наверное, наверное. Ну, что-то, ну, как сказать, что-то у нас со творчеством высекается с Сергеем Николаевичем? Видимо, да. Как-то раз, мы несколько раз встретились, несколько раз что-то, ну, как получилось, в смысле получилось, что я дожил до выпуска, и я играл в спектакль. Значит, есть какой-то контакт. Я этому очень рад, потому что это опыт, большой актерский опыт, которого можно любому пожелать. счастье, что такое в жизни есть. Если это называется бутусовский актер, наверное, да. Ну, тот, кто, ну, с кем у нас, с кем у Юрия Николаевича получился диалог на какое-то время, наверное, да, это было, да. Ну, вот, например, про Сережу Волкова там или про Женю Кривжда всегда же говорят, что они бутусовские. Прям, да, как-то вот это... Ну, да, ну, да. Не обязательно актеру, может быть, не только бутусовским, еще каким-то. Еще с ним, да? Мне кажется, классно. Вся суть, что ты, ну, большая радость, большой подарок для актера, что он может и с этим режиссером поработать, и с этим, быть и бутусовским, и туминосовским, и каким-то еще. Набирать. Ну, это вообще счастье профессии, профессии, что ты, как бы, можешь так туда окунуться, туда окунуться, в эти все миры, в эти бассейны с разной температурой, как в эти бани в Будапеште, разные бассейны с разной температурой. 36 градусов, 27, 43, вот эти разные температуры. Разные контрасты. Да. Но ты можешь сказать, что ты до встречи с Юрием Николаевичем и ты после встречи с Юрием Николаевичем, это два разных актера, что что-то прям кардинально в тебе поменялось. Может быть, в понимании даже. Нет, это не кардинально, это не полярная вещь. Это вот не вот так, это вот так. То есть, да, я что-то был такой, прошел этот путь, вот такой опыт получил. Идем дальше. Вот я с другим решен. Такой опыт получил. С другим такой. И вот, да, это вот такие ступеньки. Но это не в правом. Мне кажется, правильно воспринимать это как путь вперед все. К разговору о том, что завтра будет лучше. Тебе бы хотелось с ним еще поработать или здесь тоже случилось твое такое... Нет, конечно, хотел бы. Конечно, хотел бы. Это большой художник, большой мастер. То есть, не все получается отпустить. Все равно есть какие-то зацепочки из прошлого, которые держат. Нет, это не зацепочка из прошлого. Я же не живу тем, что хоть бы это получилось, вот, а не получится, и мне будет от этого плохо. Я с радостью приму, это будет большим подарком дальше в жизни. Если этого не будет, будет что-то другое. потому что это же не законченный путь в диалоге с... Повторюсь, в диалоге с большим художником это всегда бесконечный путь. Даже с большими художниками, даже вот когда ты не участвуешь, когда ты смотришь картины или статы великих, это все равно какой-то путь. Ты в этот... Как книгу прочитать, ты в этот раз что-то это вычитал, в следующий раз еще что-то ты вычитал, как «Война и мир» или «Ану Каренину», как я, читал пару раз в жизни. Вот такой это путь вперед всегда, всегда еще, еще, еще. Перекинул уже мостик тогда к «Войне и миру» и к другому большому художнику. Да, но почему нет? Давай поговорим о Римасе Владимировиче. У него, конечно, шикарные все спектакли, но «Война и мир», я думаю, что все согласятся, это какой-то пик на данный момент. да, может быть, вообще всего его творчества. Раскрою мне одну тайну. Вот спектакль идет пять часов. Мы, как зрители, отходим после этого спектакля эмоционально несколько дней. Ну, буду говорить за себя, неделю точно, потому что ты столько всего поднимаешь в тебе, что ты переосмысливаешь, возвращаешься, какие-то слова вспоминаешь, лезешь что-то прочитать. Как зрители, вы, как актеры, участвуете в этой эпопее эмоционально, но у тебя совершенно особая роль, потому что ты один из немногих играешь без состава, у тебя нет замены. Как ты это делаешь? Вот просто на эмоциональном уровне, как ты можешь это так пропускать часто через себя и потом выходить, не знаю, на улицу, садиться в метро, разговаривать с людьми. То есть, как оно тебя отпускает, как ты вырываешься оттуда? Ну, без лукавства скажу, это, конечно, труд, но это работа, понятно. Готовишься к этому и как-то себя чем-то обкладываешь какими-то подушками. Ну, во-вторых, нас так учил мой мастер Александр Ильич Корючеков, что играть в спектакль после него, чтобы выйти из роли, тебе нужно выпить стакан водки, но это неправильно, это, это не, это неправильно. Это, ты переходишь ту грань, когда это перестает быть как бы чем-то, ну, ну, как-то чем-то, ну, я не знаю, переходишь какую-то грань, что это перестает быть работой, это перестает быть искусством, становится чем-то уже, чем-то уже зашоренным. Это как потеря себя какая-то. Да, да, и не надо, вот эту грань не надо переходить, поэтому это часть работы, мы этим, этому учились, мы этим занимаемся, это наша работа, надо уметь настроиться, каждый по-разному, кто-то с утра начинает готовиться, кто-то выходит за секунду до выхода на сцену, еще надевает последний на себя шинель последнюю, все по-разному, ну, так надо. Тяжело бывает, у нас еще много гастролей с этим спектаклем, мы там рекорды какие-то поставили, за год с лишним мы сыграли сто раз, ну, да, да, ну, надо, так надо, что-то. Это как раз Артур. Таких секретов тут нет, ну, как бы, а что, ну, вот так. Артур Иванов очень забавно про это говорил, что я сначала завидовал, смотрел, что, ай, репетирует «Войной мир», потом, как увидел, сколько они на гастроли ездят, я подумал, не-не-не. Да, ну, тут еще тот случай, когда это, как сказать, великий спектакль, ну, я изнутри, не имею право так говорить или нет. Ну, ты не имеешь права не быть готовым, не быть настроенным. Большой зал, большая ответственность, великий режиссер, ну, что делать? Да, так надо, значит. Твой персонаж, Николай Ростов, проходит становление, да, из мальчика. Да, это очень здорово у нас получилась эта линия, с счет того, что у меня на самом деле просто несколько появлений в спектакле, ну, таких длительных, но несколько, раз-два, небольшое, три, там, четыре, три с половиной. И я был очень рад, когда на одной из репетиций мы даже с Римасом Владимировичем поймали взгляд друг в друга, что у нас получилась какая-то линия, когда мы с этим монологом финальным поняли, и вот появление в начале третьего акка, когда я еще на взлете, я еще таким гусаром прилетаю, и потом случается это Бородино, и это какой-то уже, ну, совсем другое качество, помню, что да, мы с ним такие, я не помню, как мы сказали, говорю, и вот он, и он говорит, да-да-да, и вот эта линия получилась. Но это один из мощнейших монологов, вот твой монолог после Бродинского сражения, несмотря на то, что там у каждого фактически персонажа есть место для проявления, вот этот момент, он ключевой. Да, но это важная веха для меня тоже, профессиональная. Толстой писал, говорил, что война есть беспощадное подчинение свободы человека, свободы человека, законом Бога. Да, законом Бога. Вот после 24 февраля для тебя поменялось ощущение того, как ты играешь, когда это вообще стало все настолько близко, по-другому. Говоря про Римаса Владимировича, спектакль, это какой-то, ну так в великом, в великих произведениях и бывает, как с некоторыми спектаклями Крымова это случилось, то есть что-то происходит в жизни, а в спектакле уже про это сказано, оно уже заранее до этого поставлено, и ты понимаешь, что вот оно просто буквально про это. И этот спектакль «Война и мир», ну конечно, не только про это, он про это, и что взамен этого есть еще жизнь, ну не важно, ну да, и это просто в десятку, это было просто шоком, ну что это настолько за несколько месяцев до этого, а Римас задумал это, ну несколько лет до этого, он про это говорил, про эту войну и мир, то есть это вот такое, что просто пророческое что-то. Какая-то синхронизация вообще получается, да, жизнь и искусство. Да, 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 и опять же про театр, опять же про живое, опять же про то, что вот этот диалог, да, ну вот он происходит просто, я произношу этот текст, он не то, что, ну как, не в десятку, это просто вот сейчас и здесь происходит. И тоже меняется качество, сейчас спустя полтора года меняется, это качество меняется, восприятие зала меняется, может быть, мое тоже, хотя это не очень могу отследить, потому что изнутри смотрю. И это вот опять же театр, опять же вот этот какой-то диалог опять. Ты говорил о том, что для тебя очень важна доблесть русского офицера, вот такая слава, ну какое-то благородство наверное применительно к 19 веку, что для тебя это не пустые слова, что для тебя это очень важно. А сейчас про век 21 ты можешь так же сказать? Я помню, как ты это сказал, и я не могу себе объяснить, я не отрекаюсь от этих слов, для меня как-то эмоционально есть с этим связь, я не знаю, я не могу это сейчас сказать, это потому что вот так или вот так, но какое-то это понятие какой-то чести, понятие какой-то справедливости, искренности, чувство правды, чувство достоинства, любви ну к тому, что ты имеешь, но это вот какое-то эмоциональное, я понимаю какую-то двоякость на сегодняшний день этих слов, наверное не буду расшифровать, потому что нет у меня ответа, я каком-то эмоциональном уровне на затылочном что-то в этом чувствую, и я хочу как бы, чтобы это звенело, и чтобы эти слова не звучали постыдно, наверное, вот так. Я понимаю, о чем ты говоришь. Не знаю, не нахожу каких-то слов, или уже нашел, не знаю, понятно или нет. Какое-то такое отношение, я помню, как я сказал, как-то потом сам в них сомневался, и пытался ответить, и не ответил. Какая-то такая, вот у меня сейчас даже чуть эмоционально заволновало. Да, 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 заволновала эта тема, говорит, не отвеченный для меня, не стыдный, но какой-то такой болезненный сейчас вопрос, и он продолжает быть болезненным, но это связано с любовью к родине своей и со всеми вот нервами, тревогами сегодняшнего дня, поэтому это болезненно, наверное. И про это в монологе, в Бородину, в «Войне и мире», вот у меня эмоции, эмоции поднимаются, эмоции какие-то. Не на все вопросы мы, к сожалению, можем найти ответы. Да, и не должны, не все можно рассказать, не все можно понять нам. Да, и вообще, наверное, самые болезненные вопросы – это как раз те, на которых ты ответ и не знаешь, на которые тебе быстро приходят. Ну да. Поэтому это и вопросы. Да. Потому что на них нет ответов. Но и великие все произведения, все пьесы Шекспира или романа Толстого, в них нет ответа. Все персонажи или все темы поднятые, они все… Ну, Толстой не дает объяснений Ване Калинине, кто прав, а кто виноват, кто плохой, а кто хороший. Все… Все ошибаются, все хотят как лучше, все ищут любви. И это жизнь. И вот эти великие произведения, в диалог с которыми ты входишь в голове. Вот все великие произведения, они как бы так, они про это, что тебе дают это повод для размышлений, ты сам думаешь. Вот этот поиск истины, вот все искусство, наверное, вообще про это. Пять минут, да? С кольцами… Да, да. С чего бы ни начинали, мы возвращаемся. Да, не возвращаемся. Это значит, что-то есть. Спираль. Да. Ну, он вообще, можно сказать, какой-то такой великий провокатор, потому что… Кто? Толстой. Да. Он же задает тему, и у него на эту тему каждый персонаж по-разному высказывается. Да? И каждый может видеть, что и это правда, и это правда. Да. И это правда. И получается, что у каждого она своя. Да? И как жить? И каждый имеет право на свои эмоции. Каждый… Каждый несчастен по-своему. Ну, такая банальная фраза, но это сейчас конкретно. Вот я буквально на днях вчера или позавчера поймался на мысль, что вот каждый несчастен в войне и мире, то есть, что Андрей Балконский, что Наташа, каждый несчастен по-своему. Каждый находится в поисках счастья, в поисках любви. И кто-то так и не находит. Кто-то находит, а она не та. Вот. К чему это? Про Толстого, да. Он сам же всю жизнь, вот эти все его дневники, их немного, этих его записей, он всю жизнь просто с ног на голову через день у него. Просто с ног на голову. Она говорит одно, на следующий день говорит, я все, буду так. На следующий день говорит, не получилось у меня. И вот он сколько, он отрекался от церкви, да. И вот сколько он раз писал про то, что не люблю театр, не люблю пьесы Шекспира, сам написал несколько пьес. Ну, вот у него во всем так, вот эта вот неопределенность, вот эта метущаяся какая-то его натура до старости. То есть он из дома ушел уже. Вот, вот этот, вот это вечное сомнение, или про Микеланджело, вот сколько там он был, ему уже лет, и он уже всеми признанный на тот момент какой-то художник, ему спрашивают, куда ты идешь? Он говорит, иду учиться. И вот это все время неспокойная натура, все время недовольство собой. Черновики Пушкина, я был в Пушкинских горах, там копии, по-моему, черновиков, по-моему, оригиналы хранятся в библиотеке Ленина. Они все просто исписаны, просто там ни одного сантиметра нет зачеркнутого. Вот это все время неспокойство, все время еще можно чуть лучше, еще чуть лучше. Как, ну, есть что сказать, да, я говорю, и как кто-то дает расшифровку Моцарт из сцены, из Моцарта и Сальери Пушкина. Что происходит? Там Моцарт приходит к Сальери, приводит к нему какого-то скрипача с улицы, и тот играет фальшиво. И там параллель в том, что Моцарт слышит эту божественную музыку, которая где-то там звучит, а пишет, и для него то, что он пишет, это вот такая же фальшь вот этого скрипача, что он никогда не достигает этого совершенства. Он его слышит, но всегда оно чуть-чуть дальше, это нельзя достичь. вот это не успокоенная натура, это самая вот черта всех великих, самая главная черта. Да, вот так. К чему я это? Это не важно, главное, что это интересно. Такой поток мыслей, но вот, да, такие мысли. Мне очень интересна твоя точка зрения по поводу еще одной цитаты Толстого, я сейчас дословно не помню, но мысль в том, что иногда человек просто должен исполнять долг не думать, не рассуждать, почему так, потому что если думать и рассуждать, тогда… Но у меня есть монология. В твоем монологии, да. Ну, я ее произношу совсем, там в монологии у меня это совсем по-другому, это страх, такой шоры на глазах, когда вокруг трупы вот это бородино в нашей сцене это шинели, и это он себя заговаривает. Нам надо не думать, просто не думать, просто если начнешь над этим думать, тебя накроет волной такого ужаса. и такого непонимания вообще, что происходит, как и в сегодняшнем дне, что это не думать, не думать, не думать, не думать. И в следующей фразе я сам себя говорю, ну подожди, ну как бы вот это, это про другое, это не про то, что надо думать, это вот эти шоры, это страх, это вот заговаривание самого себя, я повторяюсь уже, это… Ну, я про другое. Да, у тебя идет немножечко другой расклад. Это в романе, это вообще в другой сцене, это не в бородино, это в сцене с офицерами какими-то, не помню. Это я сам нашел этот кусочек, принес Римасу Владимировичу, там он это говорит в компании пьяных, это он бравирует, мы офицеры, это он перед кем-то, это какая-то защита, это какая-то необдуманная громкая вещь. Ну, мне интересно твое личное мнение, вот если сейчас выйти за просто пространство театра, да, и посмотреть на жизнь шире, вот это естественно защитная реакция, потому что когда человеку тяжело разобраться с чем-то, он для себя решает, что лучше не буду, да, вот пусть как кто-то… Каждого личный, каждый живет как ему… кто-то абстрагируется, кто-то живет в деревне и пасет коров. Это, наверное, самое прекрасное, что может быть. Ну, я не могу не читать, не могу не смотреть, не могу не иметь какого-то… не делать каких-то выводов, не иметь своего какого-то мнения. Я не обязан его высказывать везде и каждому, я не обязан кому-то доказывать и спорить. Более того, я в последнее время ни с кем не спорю, потому что… ну, не переспоришь, пока человек сам не придет к какому-то ответу, пока он сам до этого не дойдет, ты никакими доводами его не убедишь. Ну, моя позиция – нельзя не смотреть по сторонам, нельзя не знать. Ну, особенно мы же занимаемся каким-то… мы же выходим к людям, мы же общаемся, мы же для чего-то что-то делаем, у нас не монашеский образ жизни, восприятие мира. Мы должны знать, мы должны читать, должны смотреть. Спасибо. Ну, вот часть профессии. Ну, актеру вообще надо выходить на публику и давать интервью. Еще вот такая, тоже часть профессии, даже вот так. Возвращаясь к Николаю. Про войну и мир можно говорить бесконечно. Да, но мне очень интересно, так как есть возможность посмотреть, как делался твой персонаж. Николай – ребенок, который получает удовольствие от того, что он в центре внимания, что его все любят, на него все смотрят. Да, вот это какое-то такое… Самозабвенное. Да, да, да. И так он в этом… Он даже не видит, что где-то… что вообще происходит. Настолько в нем бьет жизнь. Да. Настолько он вот ребенок и настолько он искренен. Да. Скажи, пожалуйста, вот это есть в актере? Ну… Я думаю, что да. Я думаю, что да. Вот это… Какое-то желание игры, радость игры – это какая-то суть. Суть какая-то актерская. Ну, суть какая-то… Черта такая, без которой… Ну, как… Быть нравоучителем – это, наверное, не актерская стезя. Желание играть – главное. А желание, чтобы на тебя смотрели, чтобы тебя любили? Нет, это не… Я это не примешиваю к актерскому. Не обязательно? Нет. Нет, не про это. Есть… Ты можешь запутаться, потому что людям очень нравится. Есть феномен какого-то… Ну, как вот… Для меня это феномен. Феномен, когда… Ну, как есть фанаты, есть рок-звезда, и человек, зритель, он путает то, что человек поет в песне… Ну, я театр веду, чтобы просто как-то конкретнее было. Что это он и есть. Ну, как, да? Да. И это… Ну, это, видимо, желание человека увидеть какой-то идеал, желание человека сопереживать, оказаться на этом месте. Ну, это феномен. Это какая-то сила искусства. Ну, нельзя это путать в себе. Ты занимаешься делом, ты играешь роль, ты поешь песню, ты сочиняешь песню. Великие они проводят в студии, сочиняют песни 24 на 7. И, как бы, иногда исполняют «Битлз» какие-то там… Ушли просто с концерта, просто сочиняли, сидели в студии. Потому что дело не в том, дело не в выходе на сцену, а в этой скрупулезной работе просто. Ты каждый день, чтобы сделать спектакль, ты приходишь, его репетируешь, читаешь материал, читаешь о материале, думаешь с режиссером, ищешь реквизит, ищешь костюм. Ты вот этим заниматься должен, а не искать этой славы. Если ты делаешь это ради этого, то это ошибка. Мне кажется так. Тебе актерски какого Николая сложнее делать? Мне любого в радость. Любого в радость? Потому что это самодовольство его ребенка, это самое прекрасное, что есть в жизни на самом деле. Я слушал концерты Моцарта. Это не радость, это не радость, ой, смотрите на меня. Это какая-то прущая энергия, это какой-то поток, это какая-то детскость, вот эта игра, вот этот свет. Но дети же они не ищут внимания. Из них прет у них там в крови эти эндорфины, я не знаю что. Из них прет эта энергия, они не могут сидеть на месте. Это про это, это вот про радость жизни, про Моцарта. Это не про самодовольство. И финал этот болезненный, это про то, как вот это ломается. Это тоже про то же, но вот как оно сломается, и с другой стороны смотришь на это. И вообще спектакль, мне кажется, «Война и мир», он про то, что жизнь больше, жизнь важнее, мир, мир бесконечный. Про то, что потерял мысль, не буду рассказывать. Не буду. Ну вот я про это ответил. Оставим, да. Да-да-да, сейчас уйду в сторону. Многословия. Да. Еще одна твоя работа, очень такая, ну я бы сказала, отличающаяся от всего того, что мы сейчас с тобой обсудили. Это господин Подсекальников, спектакль «Самоубийца». Тебе честно скажу, я не ожидала, что я получу такое удовольствие. Спектакль играется на разных уровнях. То есть от бытового до какого-то экзистенциального. Да, это и в пьесе. Да. Там про это и есть, что от этого куда-то улетел. Вот как ты существовал? Что тебе важнее всего было сказать про своего персонажа? Может быть, не знаю, адвокатировать его где-то или оправдать? Ну, начнем, наверное, с того, что хотелось куда-то пойти в сторону. Ну, как раз и вот был ряд ролей у меня вот про этот, про радость жизни, про молодого какого-то. Питер Пена у меня в жизни еще спектакль есть. И вот это как бы, ну, не тема. Вот хотелось что-то попробовать другое, во-первых. Это вот Подсекальников – это что-то более взрослое, более сдающееся вопросами, другое. Вот для этого как бы и пошел туда, работаю в этот материал. Дальше что там в работе получилось, что ценно, да, какой вопрос, что? А какой тебе хотелось подсветить уровень больше? Потому что его же можно рассматривать совершенно по-разному. Ну, не хотелось заниматься, конечно, колбасой в начале пьесы. Вообще, это повод, это и в пьесе повод, чтобы человек начал задаваться вопросами, а в чем смысл, есть ли загробная жизнь, кто я, зачем жить, что я хочу, что я люблю. И он зашоривается, задается вопросом, забывается, его как бы там окучивают, он сам запутывается, заблуждается, вроде выбирается из этого к финалу, но тоже нет, из-за него там другой человек умирает. Вот это какой-то про поиск ответа. Это не про нахождение, это про поиск ответа. Мне как-то кажется. Ну, оно так написано, там все время что-то, какой-то обман, 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 обман вокруг. И в финале тоже есть еще вот. То есть финал, монолог, точка, и еще там вопрос задается. Ну, такой в поисках ответа. Если попробовать перенести на твою жизнь, ты можешь представить, что ты окажешься когда-то в ситуации, когда ты не можешь заработать на жизнь? Что ты просто вот сидишь в этом таком экзистенциальном кризисе и вот думаешь, на трубе мне пойти поучиться, хотя музыкальный инструмент тебе любой под властью. В целом ты можешь себе представить, что ты не можешь заработать денег? Нет, не представляю. Я про это не думаю. Я не думаю про зарабатывание денег. Про что ты думаешь? Я просто занимаюсь тем, что мне нравится. А если то, что тебе нравится, не приносит денег? Ни разу такого не было в моей жизни. Если ты занимаешься тем, что тебе нравится, и делаешь это искренне, то все приходит. Все само приходит. Можно, как я иногда себе думаю, вот надо что-то, куда-то, что-то сделать для того, чтобы что-то сделать. Это все какие-то метания вот такие вот туда-сюда. Все, что надо, приходит, если ты знаешь чем-то, что ты хочешь. Искренне. Главное, чтобы искренне. Главное, себя не обманывать. То есть ключевое слушать себя, идти за этим своим. И вообще не думал про зарабатывание денег, про славу опять же. Это все ошибки. Это все, ну, это можно, это там легко запутаться. Ну, нет, нет. Это вообще нет. С твоим персонажем начинают происходить события после того, как его начинают замечать другие люди. Знаешь, как вот в физике есть теория, что когда за объектом начинают наблюдать, свойства объекта меняются. Что такое происходит с человеком, когда у него начинают происходить вот соприкосновения с… Ну, просто коллега просто чего-то захотел. Ну, вот он сидел, сидел и захотел. Вот из-за этого с ним что-то начинает происходить. Может, это ответ на предыдущий вопрос. Он что-то начал делать. То есть, опять внутренний посыл? Он, по-моему, что-то неправильное начал делать. Ну, что-то начал. Ну, ему неправильное все и приходит в ответ. Он не понял, что хочет, что-то там сам запутался. Но что-то начал вот все это в энергии движения. И посыпалось на него сразу. То есть, любая энергия, которую человек производит, в любом случае… Да, да, да. …притянет обратное? Да, да. Сто процентов. И что, если ты что-то не туда даешь, то и не туда и придет. Как сказать… Ну, мы как бы живем в том мире, который мы как бы сами создаем. То есть, мы же дружим с тем, с кем нам нравится. Занимаемся тем, что нам нравится. Если ты занимаешься тем, что тебе не нравится, то тебе не очень уютно. Если ты общаешься с теми, кто тебе не нравится, то тебе не очень комфортно. а если ты как бы… Люди… вот, вот ты живешь в этом мире. Никто тебя не заставляет с кем делать то, что тебе не хочется. Или дружить с кем не хочется. Жить с кем не хочется. Любить того, кого не хочется. Не очень близка твоя позиция про… ну, вообще какую-то ответственность человека за то, что происходит в его жизни. Да. Только так. И вообще говорить, что не повезло или там… Значит, если ты говоришь, что не повезло, значит, ты не то, что ты запланировал. Вот, я не получил какую-то там премию. Ну, значит, ты ради этой премии… а это плохая цель. Это не… Дело… ну, получишь эту премию, что… Не те цели, значит. Ты всегда был с этим ощущением? Или у тебя какой-то случался опыт по жизни, который принес это переосмысление? Ну, я был очень с детства очень, очень, очень защищен любовью родителей. Это чувствуете? Их внимание не испорчено, именно защищено. И вот, ну, пока я взбалмошно куда-то шел, они меня поддерживали. В какой-то момент я потихоньку как бы отошел в сторону, стал сам. Ну, вот это ощущение, оно было с детства. Какой-то поддержки и, ну, какого-то правильного чувства, что как бы нужно. Ну, не обмана какого-то себя. И какая-то очень здоровая любовь. Да? Не залюбленность, а именно вот такая здоровая любовь. Да. Да, да. И, ну, чтобы я там не зазнался, все это обрубалось, например. Или чтобы не запутался где-то. Все как бы было, все за этим следилось. То есть, ну, что-то получается, это не было что. Ой, это как бы все. Ну, как бы вот, вот было. Да, да, да. Ну, как бы вот так вот. Ты знаешь сейчас прям яркий пример человека, у которого было хорошее, счастливое, здоровое детство. И вот он сформировался во взрослого, который берет ответственность за свои поступки, да, который понимает, что все целиком и полностью зависит от него, умеет отпускать, принимать и так далее. То есть, это какая-то вообще очень редкий экземпляр. Это, честно скажу, я работаю в психологии с людьми, да, и вот постоянно как раз ты видишь, что в детстве очень много всего ломается. Да, это, я не знаю, наверное, можно из этого выбраться потом, но какие-то такие фундаментальные вещи закладываются детством, родителями, я не знаю, может, я не знаю. Все индивидуально, но да, там какие-то самые очень важные вещи закладываются. А правда, что до того, как ты пришел в актерскую профессию, ты был менее эмоционален? Да, я как-то обмолвился. Да, я, по-моему, стал за собой замечать, что свойство профессии такое, что, ну да, я стал больше переживать, я стал больше, какие-то у меня, как сказать, спектр эмоций стал дальше и больше, по-моему. Мне кажется, что да. А тебе как комфортнее, когда вот, как сейчас? Потому что я был замкнут в инструменте, вот, в инструменте или в голосе, потому что вот баян, гармония – это очень замкнутая вещь. Ты сидишь, и 6 часов в день… Мне 6 часов в день не играл, но если бы поступил в консерваторию, играл бы. Ты вот здесь, ты вот тут и ищешь, слышишь вот этот звук, вот это, вот это, вот это. А актерская профессия связана с взаимоотношениями, с обменом эмоциями, с транслированием, с трансляцией этих эмоций, с восприятием, ловишь каждый, там, поворот партнера, вот это когда, да, что он тебе дал… Чувствительность. Чувствительность, да, какая-то, да, да, да. Ну, это точно так. Но я думаю, что да, и я как-то поменялся. А комфортнее тебе как? Вот таким, какой ты был раньше, в более закрытой системе существовал? Или сейчас, когда ты отдаешься и чувствуешь вот эту энергию легче? Ну, и там, и там плюсы. Ну, как бы сейчас иногда я больше переживаю, иногда этот нервный фон мешает, но я тоже им управляю. Это не болезненная какая-то вещь, я все как бы понимаю про себя. А тогда это была более управляемая какая-то собранная вещь. По-разному. А управляемая более безопасная или нет? Да, наверное, тоже нет. Наверное, тоже там есть свои камни. Не знаю. Надо подумать. У меня два примера просто в жизни, как раз если про маму с папой. То вот папа очень так собранный в себе, мама просто вот так. Мне до мамы еще далеко в плане какого-то огня и рывка вперед. Я где-то между, в принципе, понимаю, что и там, и там это разное. Ну, там и там прекрасно. То есть у тебя как раз это золотая середина, да? Ну, в поисках середины. Я не золотая середина, но все время в поисках какого-то баланса. Хочу, знаешь, тебя о чем спросить. Вот меня мучает один вопрос. Ко мне, например, в практике приходят клиенты, которые в психологической практике приходят клиенты, которые хотят прийти к тому, чтобы в их жизни все становилось проще, легче, ну как-то без сверхусилий. Чтобы вот как-то все само собой. И актерская среда совершенно другая, где постоянно я слышу про то, что прекрасное трудно, да, там как вот в ГИТИСе даже написано про то, что нужны вот страдания, мучения, поиск, какая-то неверия, невера в себя, через которую ты как раз и приходишь к чему. Ну, я не говорю, что Микеланджело, там, Толстой – это счастливые люди, это не про вот такое семиминутное счастье, они самые несчастные люди есть, они сомневаются просто в каждой своей мысли, не то, что в шаге, в каждой своей мысли, они спорят внутри с самим собой. Каждый убирает свое, каждый очень своеобразен. Кому-то нужно собраться, быть как бы поаккуратнее, чтобы было вокруг все, меньше острых углов. Ну, это все, ну, каждому свое, на самом деле. Ну, вот мой вопрос в том, что объединяет актеров, что есть у вас такого, что вам нравится вот это вот страдание, в кавычках, да, ну, вот эта трудность нравится, преодоление, постоянно в новое, постоянно неизвестное. Ну, есть какая-то такая черта, но я не скажу, что вот только актеры обособлены. Ну, это, наверное, вообще люди искусства. Бизнесмены. Ну, посмотреть на каких-то наших самых, да, там, Галецкий, его интервью – это какой-то взрывной человек, какой-то эмоциональный он какой-то. Я не представляю, как они ведут дела, как они… Ну, это же, ну, это же жутко, ну, пробивные какие-то эмоциональные вещи, это какая-то борьба все время. И они в поисках этой остроты, в поисках этих ощущений, как в спорте, как в гонках, да, люди. В каждого свои игры. В каждого свои. Но есть, наверное, какая-то у актеров эта черта. Я сейчас подумал, что как раз, наверное, поиск – это и есть вот это доминирующее. То есть все время искать что-то новое. То есть как только ты находишь ответ… Да, ну, есть такое. И тебе становится неинтересно, тебе нужно следить. Ну, и не должно быть тебе спокойно, интересно. Но если ты будешь аккуратненько репетировать следующий спектакль, и так сойдет, то будет не очень. Может быть, хорошо. Может быть, билеты продадутся. Может быть, зрители подарят цветы и скажут, что хорошо. Но это будет хорошо. Это не будет то, что как бы ради чего. Ну, мое мнение, вот так. Ну, давай уже раскроем… Можно куда-то оторвать, может быть, не туда. Можно ошибиться и попробовать что-то неправильно. И придет тебе скажут, что не очень. Но лучше так. Но лучше ошибиться, чем не попробовать. Да. Чем сделать аккуратно или не сделать. Или подумать, что я с этим материалом не справлюсь, наверное. Но что-то поуютнее себе подожду. Нам нужно раскрыть тайну перед зрителями, что, может быть, не все знают, что у тебя на самом деле выдающееся музыкальное прошлое. Что ты входил в десятку лучших гармонистов России. На секундочку. Ну, да, было. Это очень важный момент с точки зрения, опять же, понимания твоей природы. То есть ты стал одним из лучших в том деле, которым ты занимался. Ну, да, на тот момент, в 17 лет, в тот год, да. Ну, это, извините, это как бы единица, да. Ты входишь в десятку лучших людей, которые занимаются этим инструментом. И ты решаешь для себя, что все, я здесь уже добился высоты, это мой потолок, тут все понятно. Я пойду дальше. Я пойду в другое, в совершенно новое. Где ты становишься, ну, если там не кем изначально, то, во всяком случае, среди прочих, да. Важно ли тебе как-то внутренне понять, что ты тоже здесь достиг или достигнешь этого уровня в актерской среде. И если да, какой у тебя критерий? Может быть, работа с кем-то, может быть, квадрата? Ну, это продолжение вот наших всех этих тем, про которые мы говорим. Это же не про достижение, не про приз какой-то, который надо получить. Это про то, чтобы вот заниматься, чем нравится. Это все про те же вот эти общие слова, то, что интересует. Ну, то есть в случае с тем, с гармошкой, я скажу для кого-то крамольную вещь, но можно заниматься этим инструментом всю жизнь, я понимаю, в чем суть. Для меня на тот момент это был какой-то потолок не в смысле в каком-то техническом, ну, можно бесконечно заниматься этим делом, повторяюсь, музыкой, баяном, гармошкой. Для меня это был какой-то потолок какой-то, какой-то мой, поэтому я пошел в другое. И сейчас в пути. Вот потолок — это неинтересно. Когда вот что-то достиг, это неинтересно. И невозможно, наверное, достичь, если как бы всерьез заниматься. Так в актерской профессии, получается, нет потолка? Да, сто процентов нет, конечно, конечно. Что там такое с вами происходит? Расскажи, что… Не знаю, что… Но это что? Это самое сладкое — найти в себе возможность понять мир другого человека, создать мир другого человека. То есть прочувствовать то, что не склонно тебе по природе. Вот что именно тебя привлекает вот в этом… То, что сейчас болит, то, что сейчас интересно, то, что ты сейчас не знаешь, как сделать. Именно это. Именно это… Как только что-то понятное знаешь, это значит что-то не то. Соответственно, если тебя, например, приглашают в какой-то спектакль, который ты изначально понимаешь, вот как делать, ты туда не поймешь. Ну да, или роль, которую ты уже играл. Что-то похожее. Ты такой, ты в эту сторону хочешь? Ну, ну как бы, да. Или мне говорят там сейчас… Нет, нет, другое. Я говорю, хорошо, хорошо. Вот мне было бы интересно что-то другое. Но есть же артисты, которые очень сильно используют штампы, и которые там не выходят из определенного ампуа годами. Это им так не везет или у них нет этой потребности? Не знаю. Не знаю. Значит, им это интересно? Не знаю. Я не знаю. Не против? Нет. Неинтересно, потому что. Интерес – твой основной двигатель во всем, да? Угу. 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 Может такое быть, что через несколько лет ты поймешь, что все актерское среди, все интересно? Да. Да? Что мне что неинтересно и все? Что все уже, тут все известно и куда-то дальше? Может быть. Но это не будет… Чтобы точно сформулировать, я не скажу, что я познал всю суть театра, и это искусство как бы уже все закрыто. Театр глубок, бесконечен, вечен, и можно копать и не найти этого финала. Может быть, для меня просто вот пропадет что-то… Какое-то вот это… Вот это сейчас и вот это делаю. Вот чтобы не путать вот это. Не то, что я такой, я понял все. Я про театр все понял, идем дальше. Нет, не про это. Театр всегда был, есть и будет. Мне на данный момент может быть сейчас вот что-то другое интересно. Ну, просто в силу моего пути личного. А из этой точки можно предположить вообще, что это за направление? Не знаю. Или сейчас пока вообще? Ну, может быть, есть еще какие-то хобби, там, не знаю, куда-то ты поглядываешь, что-то делаешь. Нет, не могу сейчас сказать. Хочу фотоаппарат купить, пленочный. Так. Все, пока. Ну, это не то, чтобы сейчас пока призвание. Интересно, это… Ну, фотография, это же тоже своего рода такое искусство? Да, все творчество, все на самом деле творчество. Кулинария, творчество, я не знаю. Бизнес, наверное, тоже творчество. Педагогика – это творчество. Такой путь все время, да, вот, учить. Это же вообще… Это же вообще полет. Это же вообще что такое? Мне кажется, если ты будешь преподавателем, то тебя будут очень любить студентов. Может. Но пока вообще не тянет, вообще не тянет. И, наверное, если не тянет, не надо. Да, давай, может, пока не готов еще что-то дать или получить. Как говорят, да? Райкин говорит, что он больше учится от студентов. Да, 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 что он берет от студентов. Я пока не готов в эти отношения вступать. Ну, все творчество, на самом деле. У тебя есть еще один проект интересный. Я очень была удивлена, когда я зашла на Яндекс.Музыку. Добрала в поиске Norway Today. Наша группа, да. И погрузилась в такой вообще невероятный какой-то, не знаю, что-то среднее между скандинавской какой-то, скандинавским ветром, русским роком, какой-то просто такой поэтикой новой. В общем, я честно тебе скажу… Было классно. Я вас слушаю. Я хожу… Мне очень нравится, когда я хожу пешком. Особенно, когда какая-то погода такая не очень. Прям вот наушники. Как сегодня. Да. Это очень классно. На всю громкость… Было классно. Это вот какой-то взрыв у нас был. Мы что-то случайно сочинили. Прошло время. Давайте еще сочиним, а давайте что-то сделаем. Я этим загорелся. Мы это довели до какой-то точки этого первого альбома. Потом давайте еще. И вот уже второй… Уже Гена уехала. Это как-то вот доделалось. Пока приостановили. Мы с этим… И я сам не сочиняю. Вместе мы не сочиняем, потому что мы так подразъехались. Но было клево. Было клево. Это тоже что-то вообще… Это так интересно. Это в прошлом? Это… Ну, пока зависло, скажем так. Я, наверное, еще что-то буду сочинять. Я хотела спросить, куда на концерт прийти. Не играем. Потому что нет… Нет с кем играть. Кто-то там, кто-то сям. Но это было… Это дико интересно. Музыка… Особенно сейчас, что можно делать с этими всеми синтезаторами, программами, гитарой, педалей. Ну, не сейчас. Это уже давно. В смысле… Уже полвека как. Но это… Это очень интересно. А вот эта музыка, да, другая, не та, которую ты создавал раньше, а вот в виде группы, могла бы тебя захватить полностью и вытащить? Ну, на тот момент я как-то думал. Вот когда это только появилось, мы так этим зажглись, что я такой… Вау! Только это. И мы прямо реально это делали. Ну, как-то так. Я как-то не жалею, не рефлексирую. Вот это даже сочинилось, получилось. Я сел сочинять, не хочется пока. Вот нет азарта. Ну, отложил. Еще вернусь. Ты точно вернусь. А ты сам слушаешь за музыку? Сейчас давно не слушал. Иногда слушаю. Тебе нравится? Ничего. Очень странно свой голос слышать, но мне нравится. У тебя какое-то невероятное количество через запятую инструментов, которыми ты владеешь. Саксофон, гармонь. Да. Домра. Гитара. Труба. Баян. Аккордеон. Пальцев рук не хватает. Пиано. Гитара. Балалайка. Я просто кайфую от этого. Ну, я когда-то в детстве научился играть на нескольких инструментах, поэтому у меня какой-то навык есть. Сейчас мне почему легко освоить, потому что у меня есть музыкальная грамота. Я просто понимаю, как извлекать звук и где какая нота. И могу на примитивном уровне что-то сыграть. Я, конечно, не достиг ни в одном инструменте какого-то уровня большого музыканта. Ну, как-то на начальном этапе я так хоп-хоп и могу освоить. Мне это нравится. Я когда для короля Лира осваивал трубу, я прям каждый день приходил. Я кайфую. Мне нравится музыка, мне нравится извлекать звук. Я от этого кайфую. Ну, вот ты снял вопрос с языка. Это Юж Николаевич попросил именно трубу освоить? Как-то так получилось. Наверное, он и хотел, чтобы я играл на трубе, но он так сделал, чтобы я сам этого захотел. Что-то такое. Он так спросил, а кто-нибудь у нас, может быть, на трубе? Я говорю, ой, интересно, я бы хотел. Потом я взял какую-то поломанную у нас трубу, от которой отваливалась. Где-то месяц на репетициях на ней играл. Потом я говорю, может, мы уже купим? Он такой, ну, давай. Ну, так он тоже, как будто это я захотел. На самом деле, он, наверное, изначально и хотел. И купили мне классную трубу. Я очень большое удовольствие получил. Но это не другая труба? Не та, что ты в самоубийце играешь? Это разные, да? В финале. Это та же, вот я с Лирой ее беру. А, которая в финале? Да, да. Я ее с Лирой взял и туда вот в финал притащил. Еще мне для этого подсекальникова, для самоубийца вот эту купили огромную. Да, да, да. Тоже инструмент. Ну, я его не освоил, но если надо, там, приноц сыграем. Мне очень понравилось вообще так это тоже красиво, когда твой герой мечтает о том, чтобы выучиться. Да, такую еще купили. Настоящая вещь такая. Она еще дорогая. Я не знаю, сколько купили. Тысяч сто, двадцать, двадцать. Это так про тебя вообще, так это пересекается красиво. Да, да, да. Этот звук, вот это она красивая. Она такая медная, потрепанная, старая. Красивая вещь просто. Инструменты все красивые. Они, инструменты вытачивались много веков. То есть, чтобы сейчас возникла эта труба. То есть, когда-то был рожок, и вот много веков дошло до того, что вот тут все идеально. Ну, все, вот тут палец один ставишь, тут клапан этот. Что вот оно доведено до какой-то, ну, до какой-то точки. Это какая-то очень точная, собранная вещь. Только так она может быть. Труба, саксофон. Вот именно они такие. У тебя так глаза светятся, когда ты про инструменты говоришь. Это прям чувствуется. Все равно любовь осталась. Да, да, да. Нет, я пишу через запятую актер-музыкант. Я музыкант. Периодически что-то сочиняю, периодически играю. Но это какая-то суть. У меня музыкантская не ушла. А что бы тебе интересно было в музыке еще сделать? Нового. Я хочу освоить барабаны. Я хочу освоить скрипичную группу. Я не виланчиль, не скрипка, не играю, не контрабас. На контрабасе сыграю пару минут. Ну, будет повод освою. Самое интересное, наверное, сочинять и свое играть. Это самое клевое. Но это дико. Ну, не сложно. Этим надо очень много заниматься. Вот как я театром занимаюсь, каждый день хожу в театр, или репетирую, или сейчас не репетировал, играю в спектакли. Так и этим надо каждый день заниматься. Надо каждый день садиться сочинять. Борис Гребенщиков говорил, что каждый день сажусь и сочиняю. Это дисциплина, да, тоже определенная? Или это внутренняя потребность? Внутренняя потребность, мне кажется. Не может не сочинять. Да. Мне кажется, так. Это можно как угодно делать. Там Дэвид Боуи говорил, что писал на бумажечках тексты, перемешивал, и потом случайно из этого что-то составлял. Ну, это чтобы как бы креативно... Да, да. Ну, это как угодно может быть. Мы там какой-то период сочиняли, я просто что-то играл, и мы накидывали на диктофон, писали, накидывали мотивы текста, потом из этого собирали. А это может быть скрупулезно по нотке вести мелодию. Может, хоп и пришло. Как угодно. Но это вот все время, надо все время заниматься. Ну, режиссеры ставят спектакли, ищут материал. Всегда. Ну, должны. Ну, не должны, но это или так, или никак. А вот скажи, пожалуйста, если там, не знаю, зрители или критики, оценивая какой-то спектакль, рассматривают тебя больше как музыканта, нежели как актера. Тебя это задевает? В каком ключе они могут сказать что? Ну, знаешь, вот очень часто, что, ой, там вот Юрий Сакуров, освоил в «Короле Лира» специально. Да, это же правда. Да, и хорошо. Да, ну, как будто, знаешь, вот ценность – это в том только, что ты освоил новый инструмент, но ты там делаешь огромную актерскую красивую работу. И когда идет акцент, он, в принципе, понятен и очевиден, потому что очень мало таких актеров, как ты, да, поэтому даже для красоты текста написать там про это, оно того требует. Но тебе внутренне, тебе бы хотелось что-то все-таки как-то больше в тебе актера? Я вообще не читаю комментарии и читаю… Вообще не читаешь? Вообще. У меня ни разу не возникло желания этого сделать. Мне даже мама что-то… А ты прочитал там? Я говорю, нет. Тебе прислать? Я говорю, зачем? Ну, мне неинтересно. А во-вторых, ну, каждый видит, что видит. Ну, я знаю, что я сделал. Получилось, не получилось, больше, меньше, благодаря этому или через это, ну, я это знаю, мне этого хватает. Это тоже такая классная поддерживающая сила у тебя, внутренняя опора, да, не внешняя. То есть ты фактически независим от того, что там кто-то где-то сказал, написал. Тебе невозможно этим выбить. Да, вот на это не реагирую. Я не то чтобы не сомневаюсь или я прям какой-то познал жизнь, да, к самой сути. Я тоже метущийся человек, но это вещи, да, другие. Не со стороны вот какие-то такие… Это их, это их восприятие. Это их, что они увидели. Это другая вещь вообще. То есть хэштег Юрий Цакуров у тебя… Нет, я не смотрю. Нет, у нас нет такого в подписках. Нету. А можно так сделать? Да, ты можешь подписаться на хэштег Юрий Цакуров и тебе будет попадать все, что про тебя пишет. Очень многие актеры так, они подписаны там именно на свои хэштеги или там на Бутусова ты подписываешься и видишь все, что про Бутусова пишет, тебе в ленту сваливает. Нет, я даже не знал, что можно на хэштег подписаться. Прикольно. Тогда знаешь, как спрошу? Вот есть… Сейчас приведу пример. Я недавно смотрела фильм Александра Сокурова «Сказка». Не посмотрела еще. Там вопрос не по фильму, немножко по-другому спрошу. После этого было обсуждение. И, значит, один из присутствов… Это был какой-то открытый показ? Собчак делала показ. А он типа не в прокат вышел, а просто какой-то один раз… Она на своем ютубе выложила. И сейчас его можно… я тебе пришлю ссылку, и ты сможешь посмотреть. Я просто знаю, что его в прокат не пустили. Да, в прокат. А показывали просто один раз отдельно. Поэтому… Ну, не то, что один раз. Он в ютубе лежит, ты можешь посмотреть. А, все, понял. Ты понял. То есть доступ открытый. Я думаю, там уже больше миллиона просмотров, на самом деле. Я думаю, даже больше, чем если бы он получил прокатное удостоверение. Да, поэтому… Так часто бывает. Тут сыграло в плюс, да. Что интересно. Смотри, значит, все высказывают мнение по поводу фильма, там какие смыслы, кто что увидел. И один из присутствующих, так знаешь, уверенно говорит, что ну вот, наконец-то я вот понял, что вы тут хотели рассказать и дает одну интерпретацию. На что Сокуров, выслушав, говорит, ну, вообще-то здесь такого смысла нет. Вообще я это сюда не вкладывал. И какой у меня к тебе вопрос. Цель искусства в том, чтобы зрители отгадали загадку, которую режиссер загадывает, да, вот в виде своих смыслов многозадачных таких, метафорических. Либо же просто то, что к каждому человеку приходит. Ну, мне кажется. Оно и его правило. Мне кажется, да. Да, это скорее про задавание вопросов, про какой-то поиск ответа. И зритель тоже находится в поисках этого ответа. И нет такой, что разгадал и все. А, я понял. Я даже сейчас не вспомню такого примера. Вот нет, нет. Ну так про какой-то поиск, про какое-то такое повисшее что-то. Вот мы, знаешь, как зрители, например, мы бурно иногда обсуждаем и очень радуемся, когда мы сходимся. Ну, в каких-то своих ощущениях восприятия. Ну, это здорово. И это может быть. И это… Да. Но это не про то, что… Это как у Евгения Онегина Пушкин задал, в принципе, какой-то повисший большой вопрос. Вот, а я другому… Ну, как бы это какая-то… Это какая-то… Не то, что кто прав. Это вот какая-то… Какая-то странная какая-то история. Какой-то отрывок из какой-то мозаики жизни. Это что-то такое вот куда-то туда. Что-то вот так, по ощущениям. И, наверное, любое так произведение великое. А ты пытаешься найти единомыслие вот в своем понимании… С кем? Ну, не знаю. С близкими, с интересными тебе людьми. Или для тебя это тоже неважно. То есть ты читаешь книгу или там смотришь фильм, спектакль, у тебя происходит свое понимание и все, оно остается с тобой, тебе неважно. Да, но мне кажется, даже там есть такие какие-то вещи, что что-то можно ты даже не сможешь сформулировать и пересказать. А вообще вот классные, самые сильные впечатления, например, ты вот смотришь и такой вау, классно, а потом не можешь ничего из этого вспомнить. А бывает ты такой посмотрел, вроде ничего. И потом тебе раз всплывает, месяц всплывает что-то. Вот как сейчас мальчик-птица посмотрел Мейдзаки. Или когда-то там дом, который построил Джек. Да, так называется? Тригера. Да. И что-то всплывает и всплывает. Ты вообще не понимаешь, что это всплывает. Как ты это сформулируешь? Как ты это поймешь сам? И как ты еще с кем-то это можешь обсудить? Ты обсудишь, а тебе еще всплывает месяц потом. Это, мне кажется, даже не очень возможно. То есть у тебя все равно это в себе все варится получается? И в каждом так же. Там проходит такой путь, который ты не можешь сформулировать, мне кажется. Ну, ты знаешь, я вот могу про себя сказать. Я когда смотрю спектакль, я после этого, если я про него не напишу, у меня порвет. Я не могу. То есть мне надо выплеснуть. Ну, это какой-то национальный выплеск. Почему нет? Ну, ты потом еще месяц будешь ходить, еще что-то по поводу этого думать. Да, но я не веду, что мне нужно это озвучить, как-то вербализировать. То есть я не могу это оставить. Ну, да, я не знаю, как сформулировать, но это тоже нормальное желание. Ну, как бы ты что-то получил, тебе хочется как-то ответа какого-то. А у тебя все в копилку. Ты получаешь, и оно вот с тобой. Ну, я обсужу, конечно, с кем-то что-то, но до конца ты не сможешь обсудить как бы до… Ну, это тогда вообще можно сказать, что до конца мы никогда друг друга не поймем. Наверное, да. Наверное, да. Мне очень интересно спросить про твой топ спектаклей, потому что я знаю, что ты ходишь еще как зритель, что не часто бывает. Ты можешь назвать три спектакля, которые ты бы рекомендовал посмотреть, в которых ты не играешь. Угу. Я в последнее время чуть-чуть вот не ходил. Сейчас хотел пойти, но думаю, книгу сначала прочитать. Поэтому я, может, назову что-то не из последнего. У меня вот сейчас первое, что всплыло – это первый мой поход в театр около. Это было три мушкетера, после которого я сходил в спектакль и думал, а что, как бы так можно. То есть мы сидели с другом вот так, что происходит вообще, мы не понимали. Ну, в принципе, в театре около можно начать знакомство, наверное, с любого спектакля, будет такой эффект. Но дело не в эффекте, дело вот в каком-то что-то особенное, большая любовь. Ну, вот у меня было три мушкетера таких, да, необычных. Потом, вот сейчас вспомнил, я очень люблю спектакль Юрия Николаевича Бутусова ранее. Я вот несколько раз пересматривал его первый спектакль «В ожидании года», который он делал когда… Ну, это в сети уже просто. Да, да. Ну, вот что всплывает. Я не буду сейчас как-то походить. Сегодня второй, а что-нибудь третье. Может, пусть будет «Дядя Ваня» и «Арина Стуменса». Пусть, чудесный спектакль. Да. Я как раз хотела спросить, в своем театре это что-то… Ну, я вот недавно, еще раз сходил на «Дядя Ваню», давно не был. Конечно. Я, поработав с ним, я не знаю, как он так с артистами, как он так разводит сцену. Ну, вот как сцена старого князя, Евгения Князева, в третьем акте, когда он в конце сцены умирает. Ну, то есть, она длится бесконечно долго. Там нет какой-то, ну, четкого разбора предлагаемых. То есть, ты играешь сцену, у тебя тут что-то… Это какая-то длинная сцена, от которой невозможно оторвать взгляд, которая производит на тебя ошеломляющее впечатление, просто какой-то кусок театра, который становится жизнью или жизнью, которая становится театром. И вот в «Дядя Ване» сцена, когда стреляет «Дядя Ваня», вот это она нелепая, какая-то феноменально нелепая, смешная, трагичная, трогательная, ужасно болезненная сцена. Он как бы… То есть, насколько еще умный он, Римас Владимирович, он не говорит, что это трагедия, он говорит, что это нелепо. Он стрельнул, там у него медаль висит. Как он развел эту сцену, я не понимаю. Я не понимаю, что он недосказал Сергею Васильевичу Маковецкому, что тот так существует, что он недосказал Владимиру Симонову, что он недосказал Евгению Владимировичу Князеву, что они как бы… Что они просто там, и это только так. И это можно еще… Они там внутри свободны, внутри этого. В то же время это точно происходит каждый раз. Но я не знаю. Вот это твое «не понимаю» звучит как высшая похвала просто, да? Угу. Да, но это да. Это самое важное, когда ты приходишь в театр, и ты не знаешь, как это сделано, когда ты пропадаешь. Когда ты сидишь и делаешь такой… Ага. А. Угу. Фаня, да. Это так. А, ну я по-другому. Это… Ну это профессионально. А когда ты приходишь, и когда ты… Ну играешь в театре какое-то время. Я, да, учился. Кто-то там уже долго играет. И приходишь и такой, ой, что? И ты как бы и в глаз оторвать не можешь. И в то же время не понимаешь, как сделано. Хотя ты этим самым занимаешься. Но не знаешь, как это происходит. А в таком случае можно подойти потом за кулисы, и сказать, слушай, как? Да они сами не объяснят, наверное. Это их слова не обречены. Да, верно. Актеры так и не объяснят. А режиссер… Да как ты не задашь вопрос такой Ригусу? Я не знаю. Он тебе не… Он усмехнется и не ответит тебе ничего. А скажешь, давай, мучился с ними. Мучился долго. Ну что они такое? Плохо играют. Нет. Это не… Это плохо. Вот он все так вот скажет. Не получилось. Эта сцена скажет, что у меня не получилось. Вот так он скажет. Сто процентов. Скучаешь по нему? Есть. Там такое соединение на войне и мире было у нас всех, кто там был. Какое-то такое единение, такая дружба. Это такое счастье в жизни актера любого. Мы все… Сколько он молодых нас взял. Как мы там… Сколько шуток. Сколько гастролей. Сколько шуток на гастролях. Сколько всего. И какой Римас Владимирович был на выпуске. Какой он был мудрый и игривый и смешной и разный. И как, по-моему, Катя Крамзина сказала, что он всегда на шаг вперед. Ты что-то говоришь, предлагаешь, а он еще на шаг. Уже он дальше. Как бы. Ну вот. Высшая какой-то степень мастерства. И это даже уже не мастерство. Это какое-то такое… Мудрость какая-то. Да, 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 да. И вот поэтому, ну, скучаю как бы по этому, может быть, ощущению. По этому какому-то прекрасному. Но это тоже не тоска о прошлом. Это какая-то такая… Какая-то прекрасная тоска. Светлая грузь какая-то. Да, да. Да, да. Да даже если бы сейчас Римас Владимирович еще был, и мы делали что-то новое, уже было бы все равно по-другому. То есть нет такого, что… И повторять это… Повторить невозможно. Верну… Как в стихотворении, которое читаю в «Самоубийце». Вернуться туда невозможно, и рассказать нельзя, как был переполнен блаженством этот райский сад. Ну… И прекрасно, что было. На этом прям можно было бы точку поставить, но мы поставим запятую. И давай пойдем к вопросам зрителей. Планирует ли Юрий создавать семью или сейчас в приоритете творчества? Планирует. И все? А это… Это не «или-или». И-и. И-и. Да. Это как бы… Почему я должна одно другое отменять? Ну… Жизнь во всех красках. Ну, конечно. Ну, это… Ну, это… Ну, как бы… Как без этого? Ну, я думаю, что здесь просто, знаешь, так завуалированно хотели спросить, есть ли у тебя спутница или дама сердца, но более деликатно сформулировали. Да. Есть. Планирую. Прекрасная спутница. Отлично. Кто из режиссеров оказал большее влияние на Юрия, как на человека? Туминус или Бутузов? Как на человека? Ну, думаю, Туминус. Ну, это вот… Я не знаю. Почему-то такое сравнение, как «Колстой» и «Достоевский». Я вот… Не отменять, что «Достоевский» гений, но вот у меня самые сильные переживания связаны с «Толстым». Когда я читал «Детство, утречество и юности», читал… Я уже много раз где-то это рассказывал… В том возрасте, про которое это написано. И я читал, и я не мог понять, как он мне в голову залез. Я внутренне говорил, да нет, нет, не может… Да это не так. И также «Войной мир», когда читал, я не мог потом спать. Дочитал, когда я вторую главу. Почему она убежала, как Анатолию? Не мог… Ну, вот какие-то… Такое сравнение. Не знаю, насколько оно точное. Вот. Не лучше, не хуже, но как-то от Римуса Владимировича сейчас такой след, такое… Такое впечатление, что… На данный момент отвечу, что Римус. Насколько Юрий хотел бы войти в мир кино, возможно, мечтает о работе с конкретным режиссёром? Да, я хочу… Хочу… Вот… Кино мне было бы сейчас интересно. Потому что… Ну, как-то я почувствовал, что мне сейчас интересно. Было, ну, прекрасный период у меня как-то больше театра. Это, конечно, большое счастье, что я не путался, не метался, не выбирал. Это, ну… И дай Бог, чтобы тоже, как бы, театр – великое искусство. И не знаю даже, с чем его сравнить. И не надо ли сравнивать. Но кино – да, это тоже великое искусство. Тоже это большое чудо, большое какое-то… Великая иллюзия такая. Тоже хотелось бы там побывать. Что дальше будет – не знаю. Но как-то побывать… Ну, какие-то были у меня примеры. Ну, как-то вот всерьёз и побольше хотелось бы туда окунуться, чтобы понять, что это моё, не моё. А по-актерски это по-разному вообще вот изнутри? Да, это разные виды искусства. Просто разные. С разными законами, разным существованием, с разной магией своей. Ну, театр – это… У него дни за какой-то вот чёрная коробка, это кулисы, это свет. Ну, это когда там как-то из какого-то предмета рождается какой-то обувь какая-то, да, такой-то вот… Ну, невозможно объяснить. У него своё чудо. А кино, вот мы когда учились, снимали, там у нас было одно задание, мы снимали сцену из «В джазе только девушки». мы там на экране спроецировали море, финал там. Парень сел на стуле, вот так, как будто это руль, вот эту спинку. Вот взяли от шкафа стеклянную дверцу, как будто это стекло впереди, лодки, когда они в финале плывут. И он вот так это… И вот мы вот так камерой водим, и видно, что края экрана, видно, что это стул, и какая-то чушь. И вот мы хоп в кадр, и не видно, что это дверца, не видно, что это стул, не видно, что это экран. Ты такой хоп, и это работает. И ты веришь. Это условно, это как-то чёрно-бело мы сделали, чуть-чуть нелепо, но вот оно чудо как бы, вот оно возникло. То есть свои законы, вот рамка этого кадра, вот из ничего тоже, да. Ну, то есть разные законы, разные. И по существованию актёрскому это невозможно сравнивать. Какой тебе вопрос понравился больше всего? Из зрительских? Из зрительских. Кто получит от тебя метафорическую карту, которую ты вытащишь чуть позже? Угу. Угу. Ну, про то, какой режиссёр оказал бывшее время. Угу. Есть. Ну, теперь тогда перейдём к познанию твоего подсознания. Так. Чуточку приоткроем. Интересно. за весу. Вопрос тебе предлагаю такой. Что ты хочешь поменять в своей жизни? Не отвечай, пока не вытащишь карту. А карту откуда тебе? Вот из вот этой колоды. Что я хочу поменять в своей жизни? Да. Угу. 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 на своей жизни. Угу. Меня просто не пугают вот эти люди, которые стоят вокруг. А можешь на камеру показать карту? Ну, меня не пугают вот эти высокие люди вокруг. и то, что я так уютно свернувшись лежу тут я хотел сказать, чтобы я не был таким свернувшимся успокоенным, но я не такой успокоенный как здесь, свернувшийся и меня не пугает свет лупящий сверху на меня тогда что? я не знаю как ты себя чтобы я не стал каким-то одним из вот этих людей черных вокруг, может быть так мне как-то нормально мне хорошо но вот тот, он как раз искренний, который лежит да, в середине все стоят ему нормально, ему хорошо он настоящий? он такой, какой есть он такой, у него хвост огромный синий ему как бы прекрасно, хорошо ну чтобы он тут не один был ну как он? да, чтобы кто-то был так, это уже второй момент отлично да, да да, я и не один ну вот, я не знаю очень интересно она водит на размышления классно да наталкивает просто я вот конкретно на этот вопрос ответить не могу потому что вот я ему могу пожелать но у меня как бы не все как бы так но вопрос про тебя, а не про него я хотел поменять свою жизнь я же через картинку ассоциирую себя с ним ну может во, еще какое-то местечко найти а? выбежать оттуда не от страха, а просто чтобы прикольно чтобы они за тобой побежали ну опять за новым, за интересным да, чтобы было просто интересно почаще так менять в разных местах давай посмотрим что тебе в этом поможет да? что мне в этом поможет женщина и музыка если не ошибаюсь это скрипка и ты как раз сегодня говорил что ты хочешь освоить какая-то прекрасная красивая девушка 4 сезона Вивальди там написано это еще живопись это же как картина живопись тоже какое-то другое вид искусства но я не рисую ну видимо музыка все равно меня всегда будет да? вести куда-то дальше ну представляешь ты вытащил все равно именно эту карту да прекрасно просто неожиданно одну карту оставь себе а вторую подпиши зрителю выбери ту, которая останется с тобой вот эта останется со мной а эту прекрасную мечту подпишу зрителю супер спасибо большое книжки так я люблю книжки я знаю что ты очень любишь книжки но мне было очень сложно выбрать книжки которые ты не читал потому что когда ты перечислял кого ты читал там просто какая-то невероятная библиотека приближающаяся к полному собранию сочинений я могу ошибаться но по-моему я одну из этих читал да? да сейчас я хочу какую? ну вот которая там Никулин там Никулин я ее читал читал? да ааа не попало это прекрасная книжка это просто чудесная какая-то книжка ну в любом случае Никулин и Джон Фаус Джон Фаус Волх не читал это чуть ли не единственная книжка которую я не прочитал по программе 50 на 50 я считаю что это успех я практически все читал по программе и это как-то мимо вот прошел мимо вот она как-то ну наверное одна из нескольких это одна из моих самых любимых у Фауса так что это прям идеально к месту более того Джон Фаус коллекционер же он написал вот я недавно записал аудиокнигу коллекционера да ты что да Джона Фауса так что вот прям туда куда надо но коллекционер это самое такое попсовое да 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 записал вот аудиокнигу с Олей Лермана кстати мы вдвоем записывали а где возможно будет она еще не вышла по-моему будет на Литрес какая прелесть да ну вот мы записали только в начале декабря может быть уже когда выйдет интервью может быть уже будет ссылочка и мы ее приложим туда может может нет не знаю когда просто ну хорошо в любом случае это тебе это территория света хорошо и последний вопрос да насколько ты был искренен сегодня по шкале от 0 до 10 на полную вообще не вытаил ничего спасибо тебе большое тащи гитару я не знаю как ты так попала с этим волхвом что будет сейчас громко хорошо спасибо 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставайтесь на территории света во всех смыслах слова.